Беседа 30-я, 328. Матфея, 9-9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Сотворив чудо над расслабленным, Христос не остался в Капернауме, чтобы своим присутствием не возжечь в книжниках еще больше зависти, но в угождение им и для украшения этой их страсти удаляется. Так и нам не должно раздражать врагов своих своим пребыванием с ними, но чтобы смягчить гнев их, надо уступать и удаляться от них. Но почему Спаситель не в одно время с Петром, Иоанном и другими призвал Матфея? Потому что как к тем Иисус пришел в то время, когда они способны были послушать Его, так и Матфея призвал тогда, когда он готов был идти за Ним. По той же причине и апостола Павла призвал по воскресенье, знавший сердца и ведавший сокровенные мысли каждого человека, знал, когда кто из них будет готов последовать Ему. Потому и Матфея призвал не вначале, когда он был еще мало восприимчив, но после того, как сотворил великое множество чудес, и когда слава о нем распространилась всюду, и Матфей сделался способнее к повиновению. Достойно также удивлений любомудрый евангелист Матфея. Он не только не скрывает прежней своей жизни, но и называет себя по имени, тогда как другие скрывали свое имя под другими наименованиями. Для чего же евангелист и говорит, увидел сидящего мытаря, для того, чтобы показать могущество Господа, который призвал его не после того, как он оставил свой бесчестный торг и перестал заниматься им, но исхитил его из среды зол. Так же, как и блаженного Павла, обратил тогда, когда он неистовствовал, дышал яростью и злобой над церковью. Об этом и сам Павел, желая показать могущество призвавшего его, пишет Галатам. Вы слышали о моем прежнем житие, вью действие, что я гнал церковь Божию. И рыбаков Господь призвал тогда, когда они занимались своим ремеслом. Но их ремесло не заключало в себе ничего бесчестного. Оно было свойственно людям необразованным и простым. Напротив, ремесло мытарей было позорно и бесстыдно. Это корысть ничем не извиняемая, бесчестная нажива, хищение под видом закона. И однако ничего этого призвавший не устыдился. И удивительно ли, что он не устыдился мытаре, когда он не только не устыдился призвать блудницу, но и не возбранил ей облобызать и омочить слезами ноги его. Для того он и пришел, чтобы врачевать не только тело, но и душу исцелить от зла. Так поступил он и с расслабленным. Ясно показав при совершении этого чуда, что он может отпускать грехи, спаситель вслед за тем призывает им от фея, чтобы другие, видя, что он принимает число учеников своих мытаря, уже не смущались. Если он имеет власть отпускать все грехи, то чему же удивляться, если он и мытаря делает апостолом. Но познав могущество призвавшего, познай теперь и послушание призванного. Он не воспротивился, не усомнился и не сказал, что это значит, уже ли Господь зовет меня, столь великого грешника. Такое смирение было бы неуместно. Но тотчас повиновался и даже не обнаружил желания идти в дом и посоветоваться об этом с родственниками, как поступили и рыбаки. Как те оставили и сети, и лодку, и отца, так и Матфея оставил свое ремесло и прибыль, пошел вслед Иисуса, показывая полную готовность ко всему. И вдруг, отрекшись от всего житейского, совершенным повиновением подтвердил благовременность своего призвания. Но почему же, спросишь, нигде не сказано о том, как призваны прочие апостолы, и говорится только о призвании Петра, Иакова, Иоанна и Филиппа. Потому что они имели презренные и низкие занятия. Что в самом деле хуже звания мытаря? Что маловажнее занятия рыбаков? А это и Филипп, что был незнатного происхождения, показывает его Отечество. Вот почему евангелисты преимущественно и повествуют о призвании этих учеников и их занятиях. Они хотели через это показать, что им должно верить и в повествованиях о делах важных. В самом деле, если они, повествуя о делах учителя и учеников его, не опускают ничего, что относилось, по-видимому, к их бесславию, а даже с особенной подробностью повествуют о том, то почему бы можно было подозревать их тогда, когда они говорят о делах славных, если они умалчивают о многих знамениях и чудесах Иисуса, а между тем подробно повествуют о происшествиях, бывших при кресте, по-видимому, унизительных, и не стыдясь говорят о низких занятиях и бедном состоянии учеников, о предках учителя, известных или по своим грехам, или по бедности, то не очевидно ли, что они весьма уважали истину и ничего не писали по пристрастии или исчезславии. 330. Призвав Матфея, Христос удостоил его великой чести, тогда же приобщившись его от трапезы. Через это он подал ему благую надежду на будущее время и породил в нем большее упование. Не долговременным врачеванием, но вдруг исцелил болезнь души его. Впрочем, не с одним Матфеем возлежал Христос за столом, но и со многими другими. По-видимому, это служило порицанием для Иисуса, что он не удалял от себя грешников. Но евангелисты этого не скрывают и говорят, что фарисеи осуждали его за такой поступок. К Матфею пришли многие мытари, как к своему сотоварищу, Потому что он, вменяя себе в честь посещения Христова, созвал всех их. Христос употреблял всякого рода врачевания. Он избавлял многих от болезней душевных, не только тогда, когда учил, или исцелял больных, или обличал врагов, но и тогда, когда возлежал за столом, научая нас через то, что всякое время и всякое дело может нам доставлять пользу. И хотя все, что предлагалось на этой трапезе, было собрано неправдой и хищением, тем не менее, Христос не отрекся быть ее участником. Так как его присутствие могло принести великую пользу, то он согласился быть в одном доме и за одним столом с великими грешниками, хотя и навлек на себя худую славу за то, что ел вместе с мытарем. В доме мытаря и со многими мытарями. Такова ведь участь врача. Если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не может исцелить их от болезни. Смотри, как иудеи поносят его за это и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам». Да услышат это все, кто постом старается приобреть себе великую славу. И да помысят, что владыку нашего называли Яцею и Винопийцею, и он не стыдился этого, но все оставлял без внимания, чтобы исполнить свое намерение, которое совершил. Мытарь переменился и таким образом сделался лучшим. А чтобы тебе увериться, сколь великое значение имело для грешников соучастие Христа в их трапезе, «Послушай, что говорит Закхей, другой мытарь, услышав от Христа слова, «Ныне подобает мне быть у тебя в доме». Он в восторге сказал, «Половину имени моего раздам нищим, а кого чем обидел, возвращу четверо». Тогда Иисус сказал, «Ныне пришло спасение дому сему». Таким образом, всеми способами можно наставлять других. Как же, скажешь ты, Павел повелел, что если какой брат называется братом, а остается блудником или лихоимцем, с таковым даже не есть. Но, во-первых, из этих слов еще не видно, дает ли апостол такое наставление учителям или одним братьям. Затем мытари не принадлежали ни к числу совершенных, ни к числу братьев. Сверх того, Павел повелевает удаляться таких братьев, которые не хотят отстать от своих пороков. А мытари перестали делать зло и переменились. Но фарисеев ничто не вразумило. Они укоряют учеников Иисусовых, говоря, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» В другом случае, когда им показалось, что ученики согрешали, фарисея обращаются с укоризмами к самому учителю, говоря, «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу», Матфея 12, 2. «Здесь же перед учениками клевещут на учителя». Что же отвечает им бесконечная премудрость? Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Смотри, как Господь из слов фарисеев выводит совершенно противное заключение. Они поставляли ему вину общение его с мытарями. А он, напротив, говорит, что «Не иметь общения с ними – дело, недостойное его, и несообразное с его человеколюбием. И что исправлять таких людей – есть дело не только незаслуживающее никакой укоризмы. Напротив, весьма важное, необходимое и достойное бесчисленных похвал». Потом, чтобы не подумали, что Господь порицает призываемых, называя их «болящими», «Смотри, как Он опять смягчает слова Свои, когда в обличении фарисеев говорит, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Он сказал это для того, чтобы укорить их по незнанию Писания. И употребил строгое слово, не потому, будто бы сам гнилался на фарисеев, но чтобы вывести мытарей из сомнения. Он мог бы сказать, или вы не знаете, как я отпустил грехи расслабленному, как укрепил его тело, но ничего такого он не говорит. А сначала употребляет доказательства общие, а потом приводит слова Писания, сказавшие «нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И таким образом скрытно, назвавший себя врачом, присовокупил. «Итак, идите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Так поступает апостол Павел, употребився во общее доказательство в подтверждении своей мысли и сказав «кто пасет стадо и не ест от молока». Он приводит потом и слова Писания, говоря, из закона Моисеева написано «не заграждай рта у вола молотящего». И еще «ибо так Господь повелел проповедующим благовестие жить от благовестия». Но учеников своих Спаситель убеждает не так. Он напоминает им о своих знамениях, говоря, или еще не помните, как пятью хлебами были накормлены тысячи и сколько осталось в корзин. Триста тридцать два. А с фарисеями Христос поступает иначе. Им напоминает он об общей немощи, показывает, что и они сами немощны, потому что не знают Писание. И пренебрегая прочими добродетелями, все свое служение Богу ограничивает одними жертвами. На это-то преимущественно указывая, Спаситель в кратких словах заключает то, что говорили все пророки. Научитель, говорит он, что значит «хочу милости, а не жертвы». Этими словами он вразумляет их, что не он поступает несправедливо, но они. Как бы так говорил. За что вы обвиняете меня? За то ли, что я исправляю грешников? Но в таком случае вы обвиняете в том же и отца моего. Итак, словами «идите, научитесь». Узнайте, что означает «милости хочу, а не жертвы». Он выражает ту же самую мысль, которая заключается и в других словах его. «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Как отец, говорит он, хочет этого, так и я. Видишь ли, как он одно представляет излишним, а другое – необходимым. Он не сказал «милости хочу и жертвы», но «милости хочу, а не жертвы». Одно одобрил, а другое отверг. И тем показал, что обращение с грешниками, за которое его обвиняли, не только не воспрещено, но еще предписано законом и даже предпочитается жертвам. И в доказательство этого приводит самое место из Ветхого Завета, в котором предписывается делать то же, что делал Иисус. Итак, опровершив фарисеев и общими доказательствами, и свидетельством Писания, он присовокупляет далее. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Эти слова Спаситель сказал в посмеянии фарисеев, подобно тому, как сказал «вот, Адам, как один из нас» и в другом месте. «Если бы я захотел есть, то не сказал бы тебе» – Псалом 49, 12. «А что на земле не было ни одного праведного, о том ясно свидетельствует Павел, говоря, все согрешили, все лишены славы Божией». С другой стороны, слова Христовы служили утешением и для призванных. Он как бы так говорил «я не только не гнушаюсь грешников, но для них одних и пришел». А чтобы не сделать их беспечными, для этого сказал «я пришел не праведников призвать, но грешников». Не остановился на этих словах, но присовокупил к покаянию. То есть «я пришел не для того, чтобы грешники остались грешниками, но чтобы они переменились и сделались лучшими». Итак, когда Христос совершенно заградил уста фарисеев доказательствами, заимствованными как из Писания, так и из обыкновенного порядка вещей, и они ничего не могли сказать ему вопреки, потому что, обвиняя его, сами оказались виновными и противниками ветхозаветнего закона, то, оставив его, они опять начинают обвинять учеников. Евангелист Лука говорит, что «их обвиняли фарисеи», Лука 5.17. А Матфей приписывает это ученикам Иоанновым. Но вероятно, что и те, и другие обвиняли учеников Христовых. Можно думать, что фарисеи, не зная, что им делать, взяли с собой и учеников Иоанновых, как после брали Иоэрдиан. Действительно, ученики Иоанновых всегда завидовали Христу и противоречили ему. И тогда только смирились, когда Иоанн ввержен был в темницу. Тогда они пришли возвестить об этом Иисусу, но после опять возвратились к прежней зависти. Что же они говорят? Приходят к ним ученики Иоанновых и говорят, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? Вот та болезнь, которой Христос, предвидя, могуче произойти от нее зло, и врачевал прежде, говоря, когда постишься, то помашь голову твою, умой лицо твое. Однако он не укоряет учеников Иоанна и не называет их тщеславными и кичливыми, но со своей кротостью отвечает им, говоря, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Когда Христос защищал других именно мытарей, то для утешения сокрушенного духа их сильно обличал по носителям, а когда укоряли его и учеников его, он отвечал со всей кротостью. Смысл же слов, сказанных учениками Иоанна следующий. Пусть ты, как врач, поступаешь так, но для чего ученики твои, оставив пост, участвуют в таких трапезах? И чтобы более придать силу обвинению, выставляют пример, во-первых, себя, затем фарисеев, желая через сравнение увеличить вину учеников Иисуса. И мы, фарисеи, говорят, они постимся много. Действительно, и те, и другие постились. Первые, научившись от Иоанна, вторые из закона, как и фарисеи, говорил, пощуясь два раза в неделю. Что же отвечает им Иисус? Могут ли поститься сыны чертога брачного, могут ли печалиться, пока с ними жених? Прежде он наименовал себя врачом, а теперь называет женихом. Открывая этими наименованиями неизреченные тайны. Он мог бы сильнее обличить их такими словами. Вы не имеете права постановлять законы касательно поста. Какая польза в посте, когда душа исполнена лукавство? Когда обвиняете других, когда осуждаете их? Сами имея бревна в глазах своих. И все делаете для того, чтобы показать себя. Прежде всего, должно изгонять тщеславие и исполнять все добродетели, как-то любовь, кротость, братолюбие. Но Христос не говорит ничего такого, а со всей кротостью отвечает им. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Напоминаем через слова Иоанна, имеющий невесту жених, а друг жениха стоя и слыша его голос, радостью радуется. Смысл же слов Христовых следующий. В настоящее время есть время радости и веселья. Итак, не делай его временем печали. А пост действительно имеет в себе нечто печальное, не по своему свойству, но потому, что ученики еще слабы, хотя, напротив, для желающих любомудрствовать он составляет приятное и вожделенное занятие. Как здравие тела доставляет великую радость, так и благосостояние души приносит еще больше удовольствия. Таким образом, Спаситель приспособил свой ответ к их мыслям. Так и Исаия, говоря о посте, называет его смирением души. Исаия 58.3 равна, как и Моисей, числа 30.34. Впрочем, не этим только Спаситель заграждает уста учеников Иоанновых, но и другим способом, когда говорит, «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут паститься». Этими словами Господь показывает, что это было не ради угождения чрева, но некоторое дивное осмотрение. Отвечая на слова противника, он вместе с тем начинает предсказывать и о своем страдании, заранее приучая учеников своих помышлять о происшествиях, по-видимому, скорбных. Если бы Спаситель сказал об этом им самим, это было бы для них тяжко и прискорбно, потому что и впоследствии речь о страдании приводила их в смущение. Но когда это говорилось другим, то для учеников слышать это было менее тягостно. А так как и страдание Иоанна, как я думаю, надмивало учеников его, то настоящими словами Спаситель не излагает, и это их высокомерие. Но о воскресении своем он не говорит еще ничего, потому что не пришло время. Умереть ему, как человеку, каким обыкновенно почитали его, было естественно. Но воскреснуть – это выше естества. Далее Спаситель и здесь поступает так же, как поступил прежде. Как прежде тем, которые старались обвинить его за то, что он ест с грешниками, доказал противное, то есть, что его поступок не только не заслуживает обвинения, а напротив, еще достоин похвалы, так и теперь хотевшим обличать его в том, что не умеет наставлять учеников своих, показывать, что говорит так свойственно тем, которые без всякой причины поносят других, и не умеет обращаться со своими последователями. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, и во вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Спаситель опять подтверждает слова свои общими доказательствами. Смысл слов его таков. Ученики еще не утвердились и требуют большого снисхождения. Они еще не обновились духом, а при таком их состоянии не должно налагать на них тяжких заповедей. Говоря это, он дал ученикам своим закон и правила, чтобы и они, когда будут принимать число учеников своих, всех живущих во вселенной, обращались с ними с великой кротостью. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и изберегается то и другое. Видишь ли, как эти примеры одежды и мехов сходны с употребленными и в Ветхом Завете. Так Иеремия называет народ шресленником и упоминает о вине и мехах. Иеремия 13.11.32 От этих вещей Спаситель заимствует примеры, потому что речь была о чревоугодии и трапезе. Евангелист Лука прибавляет еще, что и новое раздирается, если приложить его к старому. Видишь ли, что отсюда не только не происходит никакой пользы, а только еще больший вред. Говоря о настоящем, Христос вместе предвещает и будущее. Именно то, что ученики Его впоследствии времени обновятся. Но доколе этого не будет, да то ли не должно возлагать на них никаких строгих и тяжких заповедей. Кто прежде надлежащего времени, говорит Христос, предлагает людям высокое учение, тот и в свое время уже не найдет их, способными следовать Ему, навсегда сделав их бесполезными. Это зависит не от вина и не от мехов, в которые оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих. Употребив это сравнение, Спаситель открыл нам и причину того, почему Он беседой с учениками своими часто употреблял о себе скромные выражения. Сообразуясь их немощью, Он много говорил такого, что было гораздо ниже Его достоинства. Об этом свидетельствует Евангелист Иоанн, приводя слова Христовы «много имею говорить вам, но вы не можете вместить». Чтобы они не думали, что Он только то и может сказать им, что сказал, но представляли бы, что Он может сказать много и другого, гораздо важнейшего. Для этого Христос указал на их слабость, обещая сказать и остальное, когда они будут крепкие. То же самое Спаситель выражает и здесь, говоря «придут дни, когда отнимется от них жених, тогда будут спаститься». Поэтому и мы в самом начале не должны от всех требовать всего, но только того, что возможно, и тогда скорее достигнем и остального. Если ты спешишь и стараешься скорее окончить дело, то потому сам мой не должен спешить, что стараешься скорее окончить его. Если слова мои кажутся тебе загадочными, то познай это из самого свойства вещей, и тогда легко увидишь всю силу их. Не смущайся, если кто неблаговременно будет обвинять тебя. И здесь ведь фарисеи обвиняли и поносили учеников. 336. И однако ничто не побудило Христа переменить свое мнение. И Он не сказал «стыдно одним поститься, а другим не поститься». Но как искусный кормчий не смотрит на разъяренные волны, а на свое искусство, так и Христос поступил тогда. Не того надлежало стыдиться, что они не постились, но что за пост получались смертельные раны, были биты и терзаемы. Представляя это, и мы должны поступать с домашними своими подобным образом, например, с женою, любящей украшаться и намощать себя различными благовонными веществами, преданной излишней роскоши, болтливою и беспечную. Хотя нельзя думать, чтобы все пороки соединились в одной какой-либо женщине. Но мы вообразим себе такую женщину. Для чего ж скажут жену, а не мужа представляешь ты? То правда, что если мужчины хуже такой женщины. Но так как мужу дано право управлять женою, то мы и представим женщину, а не потому, будто женщины более развращены. Действительно, и между мужчинами можно найти много таких пороков, каких нет у женщин, как, например, человекоубийство, расхищение гробниц, звероборство и многое тому подобное. Итак, не подумайте, что я делаю это из презрения к полу. Совсем нет. Делаю я это потому только, что теперь полезно представить такой пример. Итак, положим, что существует такая жена, и пусть муж всячески старается исправить ее. Как же он исправит ее? Он достигнет цели, если не вдруг все станет запрещать ей, но начнет с легчайшего, к чему она не особенно привязана. Если ты вдруг захочешь исправить ее, то немало не успеешь. Итак, не отнимай у нее тот час же драгоценных уборов, но позволь ей некоторое время пользоваться ими. Эти украшения можно считать меньшим злом в сравнении с разными притираниями и намощениями. Итак, сперва уничтожь притирание, да и это делай не страхом и угрозами, но убеждениями и ласками. Говори, что за это осуждает, и произнеси свой собственный суд и мнение. И чаще напоминай ей, что тебе не только не нравится такое украшение лица, но и весьма неприятно. Уверяй ее, что это очень огорчает тебя. Потом, произнесши свой собственный суд, присоединяй к этому мнение других. Говори, что это безобразие ты красивых женщин, чтобы таким образом истребить страсть ее. Не говори ничего ни о гиене, ни о царстве, потому что напрасно будешь говорить об этом. Но уверь, что она более тебе нравится в таком виде, в каком Бог сотворил ее. А когда она разглаживает, натирает и намощает лицо свое, то и другим не кажутся красивые и благовидные. Итак, сперва убеждай ее общими доказательствами, и врачуй болезнь, ссылаясь на общий суд. А когда смягчишь ее такими убеждениями, тогда уже говори ей и о гиене, и о царстве. Если много раз ты будешь говорить ей, и она не послушает тебя, и тогда не переставай повторять слов своих. Впрочем, не со враждой, но с любовью. И иногда показывай как бы недовольный вид, а иногда ласкай и угождай ей. Не видишь ли, как живописцы, желая начертать красивое лицо, то наводят, то стирают краски. Не поступай же хуже их. Если они, желая изобразить какое-либо тело, прилагают такое старание, то тем более нам при изображении души надлежит употребить все искусство. Если ты украсишь душу жены своей, то не увидишь более на теле ее ни безобразного лица, ни окровавленных губ, ни уз, подобных устам медведицы, обогренных кровью, ни бровей, очерненных сажей, как бы от прикосновения к очагу, и ланит, подобных стенам гробов покрашенных. Все это сажа, прах, пепел и знак крайнего безобразия. 337. Но я не приметил, как увлекся этими обличениями и, советуя другим учить кротко, сам уклонился к гневу. Итак, возвратимся опять к кроткому увещанию. Будем переносить все слабости жен, чтобы только исправить в них то, что хотим. Не видишь ли, как мы переносим плач младенцев, когда желаем отнять их от сосов, и все терпим для того, чтобы отучить их от прежней пищи. Так будем поступать и с женщинами. Все прочее будем сносить терпеливо, только бы отучить их от указанного порока. Когда ты исправишь этот порог, то и другие легко тебе будут исправлять. Тогда ты можешь перейти к золотым украшениям и рассуждать о них таким же образом. И таким образом, мало-помалу, вразумляя жену свою, ты будешь превосходным живописцем, верным рабом и добрым делателем. При этом напоминай о древних женах Саре, Ревеке, о благообразных и неблагообразных, и доказывай, что все они были целомудренны. Так ли жена патриарха Якова, не будучи красивой, не помышляла ни о каких прекрасах, и, несмотря на то, что была неблаговидна и не слишком любима своим мужем, совсем не думала о таких вещах и не портила лица своего, а всегда сохраняла неизменными его черты, хотя бы воспитана была язычниками. А ты, верная, имея главою Христа, употребляешь для нас сатанинское ухищрение. Вспомни о воде, омывавшей лицо твое, о жертве, украшающей уста твоей, о крови, обогряющей язык твой. Если все это представишь, то как невелика была бы твоя привязанность к украшениям, не дерзнешь и не захочешь этого праха, и пепел тот возложить на себя. Знай, что ты сочеталась со Христом, и удаляйся от такого безобразия. Ему неприятны такие украшения. Он требует иной красоты, красоты душевной, которую весьма любит. Приобретать такую красоту и пророк повелевает тебе, говоря, и вожилая царь красоты твоей. Псалом 44, 12. Итак, не будем безобразить себя ненужными украшениями. Все творения Божия совершенны, и ни одно не имеет нужды в твоем поправлении. Если бы кто по своему произволу решился что-нибудь прибавить к выставленной картине, представляющей царя, тот за такую дерзость подвергся бы великому наказанию. Для чего же ты поправляешь творения рук Божиих, когда ничего не прибавляешь и к тому, что сделал человек? Верно, ты не представляешь гиенского огня, верно, не чувствуешь пустоты в душе своей. Верно, ты совершенно оставила в небрежении душу, потому что все попеченье свое истощаешь на плоть свою. И что я говорю о душе? И самому телу вашему вы не доставляете того, о чем стараетесь. Смотри, ты желаешь казаться красивой, но твои украшения делают тебя безобразною. Ты хочешь нравиться мужу, но это больше печалит его, и как ему, так и другим подает случай осуждать тебя. Ты хочешь казаться молодою, но это скорее приведет тебя к старости. Ты желаешь похвалы, но это наносит тебе бесславие, потому что такая жена стыдится не только равных себе, но и рабов, и рабы, не знающих ее, а прежде всех стыдится себя самой. Но что говорить об этом? Я опустил здесь самое тягчайшее зло. То, что ты оскорбляешь Бога, нарушаешь целомудрие, возжигаешь пламень ревности, подражаешь блудницам непотребного дома. Итак, представь все это, посмейтесь над сатанинской пышностью и дьявольским ухищрением, и оставив эти украшения и лучше безобразие, Уготовьте красоту в душе своей, которая и ангелам вожделенна, и Богу любезна, и вашим мужьям приятна, чтобы вам и в настоящем, и в будущем веке приобресть славу, которую всем и досподобимся получить благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.